Мы в Боге пребываем, весь мир находится в Боге, и Он благое. И, братья, это значит то, что, ну, Он всегда к нам благо, да? Даже если мы неверны, написано, Он пребывает верен. Вот, поэтому все, что происходит в наших жизнях, оно все равно происходит под Его контролем. Да, апостол Павел говорит, от вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который знает, как уберечь своих. И Бог никогда не даст искушение больше, чем ты можешь выдержать. Аминь. И это очень важно. Вот в этом и заключается, что Бог благое. Знаете, это искушение существует, которое ты не можешь выдержать. И ты его можешь даже где-то представлять, да? Вот я иногда думал, если бы мне дали миллион долларов, я бы отрелся от Иисуса Христа. Еще когда я был в центре реабилитации? Наверное, я был в тот момент. Но мне никто не дал. Понимаете? Вот. Понимаете, хорошо я говорю, да? Что, ну, может быть, оно и есть, это искушение, но тебе не дадут. А кто бы взял миллион долларов сейчас? Вы не признаетесь, да? Просто взял. Многие бы взяли, да? Не дадут вам. Да, это да. Ну, спрашивайте себя иногда, знаете? А я бы взял, ну, что для меня ценное, что для меня главное? Станусь ли я верным, да, когда придет искушение? Ну, потому что нам Иисус, Он открывает глаза, Он открывает наш разум и говорит нам, что жизнь человека не зависит от имущества. Что толку, если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит? Что толку? Мы должны это, ну, как можно чаще себе проговаривать и понять, что он имеет в виду. Потому что душа, это тот орган, который отвечает за радость, за эмоции, за нам. Вот это то, что реагирует вообще на то, что происходит с тобой. Понимаете, да? И представляете, и какой смысл все иметь, но не иметь возможности радоваться этому. Потому что повреждена будет душа. И мы видим это во многих, и слышим, да, во многих, там, людям даже, богатых, которые потеряли вот эту способность даже этому радоваться. Понимаете, и они куда-то все вот бегут, им надо больше, больше и больше. Да, и написано, глаз человека так же не насытим, как преисподний. Аминь. И это написано в притчах Соломона, да, то есть, как бы, если ты будешь жить этими вещами, похоть плоти, похоть очей, горлость житейская, ты никогда не придешь к удовлетворению своей жизни. Понимаете, и вот здесь вот и кроется все, для чего нам нужен Бог. Знаете, вот Бог нам нужен не просто, как бы, вот, чтобы спастись и на небо пойти. Бог это вот тот источник жизни, то наполнение, которое должно наполнять человек. Он нас создал, мы сосуды. Он знает, как нас наполнить. Понимаете? Все, что нам нужно, это им наполняться. И почаще себе это говорите. Поймите, что вы христиане, вы созданы для того, чтобы наполняться Богом, чтобы Бог вас водил. Почему мы так много всего хотим того, 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 того? Почему так насильно, вот, ну, почему мы, ну, я так, давайте жестко скажу, почему мы такие тупые? Ну, правда, ну, это тупо. Одно и то же, вот, все время хотеть в одних и тех же, хотел-то хвориться и, ну, не включить мозги. Вот, понимаете, мы хотим, чтобы за нас все Бог сделал. Все, чтобы вот он пришел и щелкнул. Вот так же ждали его народ Израиля. Придет Спаситель, придет на коне, всех римлян победит, нас за собой, говорит, возьмет на себя вот эту ответственность за нас. Мы же хорошие, мы же его. И вот, понимаете, они в этих своих ожиданиях мимо него прошли. Ну, как бы не все, но ожидания были, да, мы знаем, да, что там уже ученики даже подошли, не сиели время, восстановишь царство, да. То есть, ну, там был Симон Зилот, который был революционер, да, который хотел именно, вот, он и ходил с Иисусом для того, что вот у него была вот эта внутренняя убежденность, что однажды он соберет армию, соберет нас всех, и мы пойдем против римлян, восстанем и победим, потому что Бог с нами, да. То есть, как бы, хороший настрой, даже такой правильный патриотический настрой, но это не то, что пришел дать Иисус. Понимаете? И если твои ожидания расходятся с тем, что Бог делает, да, и собирается сделать, что будет происходить с тобой? Ты будешь разочаровываться. Просто. Ну, и тогда где, ну, как бы, корень-то проблемы? Бога надо изменить под тебя, чтобы Он под тебя построился? Или все-таки ты должен включить свои мозги и понять, ну, что такое христианство? Что Бог предлагает? Понимаете, в чем заключается вот то, что сделал Иисус Христос? Что Он пришел, простил, омыл тебя своей кровью, да, примирил тебя с Богом. Для чего? Для того, чтобы тебя опять присоединить к источнику жизни. Чтобы божественная жизнь, Он же что говорит, да, ты будешь пить воду, которую дам Ему, Я, и из тебя реки воды живой потекут. Понимаете? То есть, как бы, вот, и ты не будешь жаждать. Аминь. Вот, что Иисус пытается объяснить. Он все это вот, ну, объясняет иногда притчами, потому что, ну, как людям в то время понять Его. В это-то время нам сложно Его понять. Но мы уже сейчас больше знаем. Вот. И, ну, Павел однажды сказал, не убивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Вот о чем это? Это о том, что люди пытаются свою реальность, ну, обрадовать, да, утешить себя, радость в нее применить, наполнится как-то, да, он знает это, да, это можно ко всему применить. Не употребляй наркотики, да, тоже, ну, все то же самое. Вот, зачем тебе искусственные стимуляторы жизни, если есть Дух Святой, который как раз ты создан для того, чтобы тебя Дух Святой наполнял? А умеем ли мы это делать? Умеем ли мы исполняться Духом? Осознаем ли мы это, что это, ну, это реальная практика, это реально работает, и это для меня? Это не только вот для тех, кто рассказывает с кафедры это. Понимаете или нет? Бог не избрал каких-то отдельных людей для того, чтобы их наполнять Духом, а все остальные будут сидеть и слушать, как Духом наполняется один человек или два. И, фу, как хорошо. Нам мы тоже чуть-чуть от этого наполнились. Но он пришел для того, чтобы все имели жизнь и имели с избытком. Он пришел для того, чтобы наполнять. И, ну, знаете, я, у меня такой тоже чуть слом произошел не так давно, что я привык жить в таком теоретическом христианстве. Что это значит? Такое, знаете, христианство-притч, христианство-аллегория. То, что действительно Иисус пришел и дал нам много притч. И стал объяснять Писание, да. И вот, ну, как бы, и мы вот, многие, кто с этим сталкиваются, ну, нам нравится это, да. Когда мы изучаем какие-то притчи, начинаем, у нас мозги начинают думать, мы начинаем вот, ну, существует некая такая обочина, такая крайность, что ты потом, у тебя все начинает сваливаться в притчи. Что уже даже, ну, как бы, и ты уже не видишь, где должна быть реальная твоя жизнь. И как она должна выглядеть, как жизнь христианина. И где вот, где заканчивается притча, где начинается жизнь. Понимаете? Потому что Иисус, Он не был сам притчей. Понимаете или нет? Он говорил притчей, но Он не был притча. Он не был, ну, как бы, вот что-то такое, к чему, ну, что не произойдет. Ну, как бы, понимаете, Он реально собой явил то, как должен жить человек или как может жить человек. Или как Бог хочет, чтобы жил человек. Вот какой должен быть человек. Понимаете? Это, и это не просто вот какой-то вот, что Он отдельный такой супермен, а мы вот жалкое его подобие. Нет. Он реально своей жизнью показал, явил, и вот те вещи, которые с Ним происходили, что Он исцелял, что Он воскрешал, освобождал от бесов. И это то, это не притча. Понимаете? И я для себя раньше думал, что, может быть, вот это, ну, как бы, мне легко было, потому что, ну, как, легче думать было, что это притч. Понимаете? Что, а что это значит сейчас? А как это вот выглядит сейчас? То есть я больше относил это к своему какому-то вот мышлению, да, представлению, да. Так Толстой думал. И я говорю, что, ну, так, так, либеральное христианство так стало думать. В 19-м. Когда мы, когда пришел прогресс, когда люди стали, ну, как бы, вот, многие вещи, вещей понимать, что Иисус, Он всего лишь, вот, во всей своей жизни, во всех вот этих вот притчах и своей жизни, Он просто заложил некие только основы морали и все. Но нет, понимаете, вот то, как Он жил, та сила, которая в Нем была, которая исходила из Него и меняла жизни других людей, исцеляла, освобождала, воскрешала, она доступна христианам в буквальном смысле этого слова. Скажи, аминь. И апостолы тому подтверждение, знаете, именно апостолы тому подтверждение, что это не только у Иисуса Христа получилось, понимаете, не только у Него, но были случаи, когда Петр приходил и умерла женщина, которая была полезна очень. И все расстроились очень сильно из-за того, что она умерла, она такая была хорошая, она нам шила одежды. И Петр воскресил ее. Бог через Петра воскрешает ее. Апостол Павел проповедует в горнице много часов. Так вот этот утомительный молодой человек падает из окна. Апостол Павел выходит на улицу, ложится на этого парня, и он умирает. И все поняли, он упал насмерть. Апостол Павел ложится на него, и молодой человек воскрешает. Это что, притча? Вот, понимаете, и я это хотел сказать, знаете, и Дух Святой, и жизнь, наполненная Духом, это не притча. Понимаете? Это не что-то, что должно принадлежать кому-то. Это то, что Бог хочет, чтобы было с каждым. Он говорит, вот наступают дни, когда и залью от Духа Моего, и юноши, и старцы будут видеть сны, и юноши будут пророчествовать на рабов и рабынь моих, и залью Духом. Понимаете? И мы должны, ну, вот этого жаждать. Вот к этому должны быть открыты, хотеть этого. В принципе, ну, по большому счету, больше ничего не надо. Все остальное зависит от Бога. Наша задача, ну, понять то, куда хочет нас Бог вести, и сказать ему, да, веди меня. Понимаете? Вот все. Когда приходит определенный какой-то момент, развилки, испытания или еще-то, ты собираешь в кучу мозги, анализируешь ситуацию, потому что тебе это все Бог дал. Опять все со Словом Божьим согласовываешь и говоришь, Бог, прости, заблудился, веди меня, хочу, хочу туда, я знаю, что я еще не там. Ну, вот, реально, и вот можно было бы сегодня назвать эту проповедь просто иди. Знаете, это первое, что должно быть. Знаете, Иисус дает, есть великое поручение. Давайте откроем Матфея, 28 главу, 18 стих, 19 и 20. И приблизившись, Иисус сказал им, да она мне всякая власть, на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, христианик во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни, до скончания века. Аминь. Знаете, вот здесь вот практически все, как бы, что нам необходимо. Он говорит, что у него вся власть. Но это власть не для того, чтобы ты просто сидел. Это власть именно для того, чтобы, первое, он говорит, и так идите. Вот мне дана всякая власть, ребята, у меня теперь вся власть, да? И идите теперь. Понимаете, то есть, ну, вот, когда это все совершилось, да, понимаете мысль самая, да, что, вот она не для того, что, ну, иди теперь, живи, как хочешь, да, все, теперь у тебя будет куча денег, щелкнешь, насыпят. Мы так власть иногда представляем, да, и так иногда Бога представляем, что Бог должен решить наши, в первую очередь, финансовые проблемы, в вторую очередь, там, семейные проблемы. Или с работой какие-то проблемы, да? А Иисус говорит, берегитесь жадности во всех его проявлениях. Знаете, вот. Однажды человек пришел к нему и говорит, ну, скажи брату, пусть со мной его наследство поделят. Вот, хорошая, да, вот, мы же приходим иногда с такими похожими нуждами, да, что вот нас, ну, возможно, его действительно брат поступил с ним нечестно. Да, вот, у брата была какая-то власть, может быть, он первородный был брат, вот, и не хотел просто, его решение было за ним, не хотел делиться. И мы иногда думаем, что вот мы Богу должны принести вот такие вот наши проблемы, да, когда с нами тут несправедливы, тут несправедливы поступили, да. А Иисус говорит, а ты же жадности во всех ее проявлениях берегитесь. Вот, поэтому, да, ну, вы должны понять, что, ну, как бы, если с нами поступают несправедливы, нам что Иисус сказал? Молитесь за обижающих вас, благословляйте гоняющих вас. И это, знаете, это не от слабости, это от доверия Богу, от того, что, ну, это будет, понимаете? Это будет, и тебе придется через это проходить, как христианину, для того, чтобы, ну, твоя жизнь была в доверии Богу, что, ну, во-первых, Иисус сказал, что так будет, вас будут гнать, вас будут обижать. Да. Помните, апостол Павел, как бы, церковь пишет, что они, он говорит, вспомните, как вы были блаженны, когда ваше имущество все было разграблено, да, у вас забрали все, просто из-за того, что вы христиане. И вы тогда, вот, были блаженны. Понимаете? Мы никто не знаем, с чем нам придется сталкиваться, с какими испытаниями, но Бог хочет, чтобы мы прошли через эти испытания, Он нас предупредил, как действовать в этих испытаниях. Что не надо сразу, там, да, бежать, судиться сразу, да, и так далее. А то, я говорю, христиане иногда стали, ну, иногда люди этого мира легче что-то прощают, отпускают, чем христиане, которые все знают, которые за справедливость и так далее. Вот. Поэтому все мы этим сейчас заражены. Я, ну, прекрасно знаю, я прекрасно ощущаю то, что сейчас происходит, ну, в мире. Понимаете? Деньги, 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 деньги. Все. Я знаю, конечно же, есть люди, которые, ну, верные, которые любят Бога, ищут Бога, тоже с этим борются. Но мы находимся под серьезной атакой. Под серьезной, да, то есть, что... И если раньше, там, да, человек рождался, может быть, рабом или слугой, то был человек нормальный, но у него, как бы, вот уже сразу он был прибит этим мышлением, раб и слуга, и все, надо просто, вот, делать свою работу. И он тоже принимал христианство, искал Бога, и ему, в принципе, даже не обязательно было освобождаться. Вот, потому что, ну, были очень, да, сословия, да, разные, совершенные, и люди жили так. В сегодняшнее время тебе рассказывают, что ты личность, и ты можешь все. Все, вот этот вот весь мир, он, как бы, перед тобой. Ты можешь почитать кучу каких-то свидетельств, да, от сатаны, так сказать, в кавычках. Да, как? Все эти чудеса, да, как? Один человек, да, стал миллионером. Как вы стали миллионером? Ну, я говорю, купил яблоко, зашел за угол, продал его, получилась прибыль, пошел, купил два яблока, зашел за угол, продал два яблока, я пошел, купил четыре, а потом у меня умерла бабушка, и осталось у нее миллион долларов. Понимаете, ну, сегодня вот весь мир, как бы, вот этим вот даже стремится. Знаете, я, вот поражен был, там, слушаю иногда христиан, ну, практически, епископа или старшие пасторы, которые, вот, учат, там, финансовым инструментом, как инвестировать и так далее. Я думаю, слушай, ну, Иисус молодому богачу сказал, продай все и следуй за мной. У меня, вот, один человек, который захотел за ним идти, говорит, я пойду за тобой, Господи. Он говорит, лисицы имеют норы, птицы, гнезда. А сын человеческого нигде голову преклонить. Может, подумаешь еще, идти за мной или не идти? Вот. А сегодня, ну, вот, как вот, да, я знаю, что в церковь, как бы, ворвалось это учение о процветании. И оно, это часть Божьего откровения, оно правдиво, оно, ну, ну, это только часть. И вот в этой части можно свалиться, вот в эту обочину, когда ты не Бога любишь, а любишь то, что Бог тебе может дать. Понимаете разницу или нет? Мы, ну, мы не, мы не к этому призваны. Мы призваны к отношениям с Ним. Мы призваны к тому, что нас, чтобы нас наполнял Святой Дух. И радость наша будет от того, что нас наполняет Святой Дух. Что у нас есть отношение с Богом, Бог нас вводит. И вот такой был Иисус. Он был Вадим Духом на 100%. И Он это показал. И это не притча. Понимаете то, что хочу сказать? Или нет? И, ну, и это возможно, и это то, что нам нужно. И это то, что будет для нас счастьем, и это то, что будет для нас радостью, если мы в это войдем. Это и есть Царство Божье. Мир, радость, любовь во Святом Духе. Аминь. Это и есть Царство Божье. И вот первое, когда Он говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. И Он говорит, и так, да, как вывод. И так. После того, как мне дана вся власть. Когда ты от этого осознаешь, когда ты понимаешь, когда ты принял Христа, Бог с тобой. Он говорит, и так идите. Ну, что, идите, и стоит точка. А, нет, ну, запятая, не важно. Идите. Просто первое, да? Вот апостол Павел, помните, да? Бог ему открывается, он падает с лошади, ударяется, наверное, головой, слепнет. Иисус с ним говорит, кто ты, Господи? Он говорит, я Иисус, которого ты конишь. И помните, что Он ему говорит? Что повелишь мне делать? Вот оно, ну, как бы, какое у нас должно быть сердце по отношению к Богу. Бог, ну, вот мы, кто-то уверовал, кто-то уже раньше уверовал. Ну, понимаете, вот мы не для того уверовали, чтобы опять продолжать искать свое. Понимаете, вот что происходит? Что повелишь мне делать? Потому что в этом, и апостол Павел, ну, он непростой человек, вы сами понимаете, он был. Он уже служил Богу. Он был достаточно мудрый, умный человек. Хорошо наученный. И вот его отклик, его сердце. Что повелишь мне делать? Он идет с письмами, чтобы обгнать христиан. Иисус ему является. Открываются у него, да, духовные эти глаза, зрение внутреннее, да, он слышит Бога. И ему говорит, иди в Дамаск. Да, тоже, иди. Бог дает направление. Знаете, что, ну, человек, он, он даже ходить учится. Вот ему надо ходить, ему надо двигаться. Знаете, мы не учим. Ну, я понимаю, что, да, есть какой-то момент, наверное, да, не был у меня маленький. Стоит он там, да, но стоит, держится. Но нам нужно идти. Например, на велосипеде, мы же, мы когда стоим на велосипед, мы же не учимся на нем стоя балансировать. Правильно? Нам нужно вот это вот движение для того, чтобы держать равновесие. Вот. Поэтому, если ты, как бы, вот, ну, не пойдешь в свою христианская жизнь, то есть ты не получишь всех инструкций, что конкретно, как, где, и вот, ну, как, что-то будешь чувствовать, что ты не будешь чувствовать. Тебе нужно идти. Тебе нужно вот эту динамику в своей жизни почувствовать, да, и развить, да, чтобы мы пошли, чтобы мы сказали Богу да, что повелишь мне делать, и я хочу, и вот быть для этого вот открытым, и слушать, куда, где, как. Мы откроем Языкиль, 47-я глава. Знакомое для многих место, но оно настолько классное. Языкиль, 47-я глава. «Потом привел он меня обратно к двери храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника, и вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам путем, обращенным к востоку, и вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур, и отмерил тысячу локтей, и повел меня по воде, воды было по лодыжку. Еще отмерил тысячу, и повел меня по воде, воды было по колену. Еще отмерил тысячу, и повел меня, воды было по поясницу. Еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть. а переходить нельзя было, а переходить нельзя было этот поток, да? Ну, это реки воды живой, это Дух Святой. Тут можно по-разному это все говорить, да? Это о той жизни, которая течет из храма. Это о том, что храм мы, аминь. И вода живая, это Святой Дух. И можно разной интерпретацией об этом говорить, да? Как это работает. Бог дает разные символы для того, чтобы объяснить духовные принципы и водительство Духа. Но тут вот есть четыре состояния. Кстати, что-то цифру четыре стало меня преследовать по-своему. Не обращайте внимания у вас, иногда преследуют какие цифры? Иногда парные какие-то там, или еще что-то. У меня часто 11-11 преследуется. 22-22, но это, наверное, потому что, опять же, в часах это все, но иногда ты это видишь как-то так отчетливо. Вот сейчас прям четверка, 44, 14, 444, что-то вот прям. И я просто, ну, как бы, я думаю, что это? Ну, четыре Евангелия у нас есть, да? Четыре стороны света, четыре... Вот мы сегодня про старцев пели, да? Это старцев нет, там живые были, да? Вот эти вот... У престола четыре, да? У них было четыре лица. И каждое ушло в свою сторону. То есть, вот Игорь Иванович, он любит эти откровения. Ну, то есть, да, в четверке есть некая, да, полнота. И у нас была четвертая конференция вот тоже. Поэтому тоже, как бы, вот обо всем этом задумываешься. И, ну, есть в этом что-то, да, что Бог... Не то, чтобы нумерология, но это символы, которые... Да, мы должны быть осторожны. Вот, но иногда Бог говорит через... Все, в принципе, в духе у нас есть, все ответы там. И мы должны больше прислушиваться к этому, да? И спрашивать Бога, что хочешь, что происходит и так далее. Вот, поэтому... Мне вот это вот четвертое состояние, да? И мы вот там... Он эти стадии отмерял, провел тысячу стадий, да? Вода по щиту, еще тысячу стадий, вода по колену. Еще тысячу стадий, вода по поясу. И потом еще тысячу стадий, и все. Поток был настолько большой, да, что я уже не мог и те, мог только плыть, да? И вот это то, куда Бог нас хочет привести. Это то, где ты по-настоящему будешь... Вот то, что тебе нужно, понимаешь? Чтобы Бог увлек тебя. Я вот много раз молюсь именно об этом. И за ребят, и за себя. Бог, увлеки меня. Увлеки меня. Потому что, понимаете, жизнь с Богом и хождение за Иисусом, она очень интересная. И мы смотрим на апостолов, да? Которые вот ходили за ним, видели его, трогали его. Они действительно были им увлечены. Понимаете? И вот по-другому я не могу это никак назвать. Они ходили не потому, что вот им сказали или еще что-то. А потому что вот они, они видели чудеса. Они ощущали эту силу, которая из него изливалась, да? Они были вот в этом близком с ним единении, да? И мы знаем, там были три ученика, которые еще больше видели, чем другие. И были на Святой горе, и когда он преображался, да? И это тоже не притча. Потому что апостол Петр, он пишет это, и мы были с ним на Святой горе, и слышали голос. Понимаете? И он потом им даже запретил, пока вот не воскресну, никому не говорить. И они не поняли. И они тоже много раз не понимали, потому что тоже он много раз говорил притчами, да? И мы должны вот своей жизнью отличить притчу, потому что притча нас учит думать. Она нас, ну как бы, заставляет думать, да? Вкладывает какие-то мысли. Но есть еще реальность, и реальность, она существует. И это то, что реально мы будем ощущать от Бога. Вот если мы, понимаете, у нас есть обетование, то есть я не оставлю тебя одного, ты не будешь пустым. Почему я сказал, не убивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Апостол Павел, он даже сравнил эти вещи. Сравнил. Потому что понимает, для чего люди пьют. Для чего люди ищут какие-то стимуляторы, для того, чтобы изменить свое сознание, изменить свое состояние. Потому что та реальность, в которой они находятся, она тяжела. Да, потому что мы без Бога, потому что без Бога тяжело. Но Бог так все сделал, чтобы мы Его искали, для того, чтобы мы исполнялись Духом. Понимаете, у нас это, сейчас есть этот доступ, для того, чтобы все время исполняться Духом. Как ты просыпаешься с утра? Вот, ну, я раньше хотел просыпаться, что вот так вот, проснулся, все, все правильно, пошел помолился. Вот сейчас я иногда просыпаюсь с утра, у меня еще тело не работает, а голова начинает уже потихоньку. И я просто вот, ну, когда помню, и больше стал. Наполняй меня Бог Духом. И вот первые мои слова, дай мне Твоего Духа, наполни меня. Даже вот, понимаете, даже не благодарить. Потому что, ну, благодарить, это, знаете, как льстить получается. Знаете, мы иногда от Бога хотим вот этот вот учитель благий. Что мне делать, чтобы достичь жизни вечного? Что ты меня благим называешь? Никто не благ, как только один Бог, да? И Богу, ну, ему не нужны дифирамбы. Он, ну, не обидится, если ты его, ну, не поблагодаришь лишний раз. Понимаете? Он не закомплексованная личность. Понимаете? Ранимая такая, которая вот расстроится. Мне сначала поблагодарить надо. Сначала попить надо. Понимаете? Ты с утра, тебе надо? Вот ты начни с того, вот просыпаешься просто. Не надо даже сидеть, не надо ничего. Просто у тебя сознание проснулось, ты еще вот. Ничего не хочешь. Мы иногда говорим так, мы с утра ничего не хотим. Не хочу ничего вообще. Ну, вот, что мне? Наработать я не хочу, ничего не хочу. Проблемы начинаешь какие-то вспоминать, которые там вчера были или еще что-то. Ты только все, не знаешь, зачем жить, кто-то не знает. Начинай просить Духу просто. Бог, дай мне Духу. Во имя Иисуса Христа. Да? Иногда, может быть, кому-то это надо сказать. Мне уже даже это не нужно сказать, потому что уже все и так само собой разумеющееся. Просто вот наполняй меня. Начинай молиться на языках. Про себя. Ну, вот, понимаете, потому что, как мы еще вот эту жизнь, ну, прочувствуем, осознаем. Понимаешь, ты увидишь, как, ну, раз, ты и встал. Понимаешь? Так бы вот не помолился бы, там, не попросил, ну, у меня так еще полчаса. Моргнул. Будильник нажал и моргнул на полчаса. Потому что, вот, знаете, лидером быть непросто, потому что можешь отменить. Можешь. Иногда хорошо, когда есть какое-то жесткое дело, все, встал, все, там, и так далее. А когда сам решаешь. Знаете, вот Бог хочет, чтобы мы тоже, ну, как бы, вот, и вообще все жили именно такой жизнью. Именно вот поэтому Бог выводит народ Израиля из египетского рабства. Где вот эти вот кирпичи, нормы, часы, зарплаты и так далее. Бог тебя выведет. Но тебе нужно научиться ходить духом. Тебе нужно научиться наполняться духом для того, чтобы, вот, ощущать эту реальную силу и научиться, вот, принимать решения, когда ты в духе. Не принимать решения, когда ты без духа. А сначала наполняйся духом, а потом принимай решения. Что тебе делать? Продать квартиру или уволиться с работы, или устроиться на другую работу и так далее. Просто имей в виду, что если ты будешь наполняться духом, ты сможешь, ты будешь поступать мудро, ты будешь вот всегда попадать на 100%. Потому что, ну, это реально. Понимаете, это не притча. Вот водимость духом это не притча. И самая лучшая водимость духом, это когда ты себе не принадлежишь. Это вот то, что мы прочитали. Когда поток настолько сильный, что только плыть. Только плыть туда, куда несет поток. Аминь. Вот это нам нужно. Потому что, знаете, вот, ну, все состояния, да, уже, как вот, пощикалку, вода, все, уже попить можно, да. Да, умыться можно, освежиться можно, поплескаться можно. Но можно и остаться в этом состоянии. По колено, да, почти то же самое, но чуть-чуть получше уже, да. Уже можно так вот прилечь и полностью тебя вода покроет. И ты вот, жаркий день, а ты тут вот протекает через тебя. По поездам уже, да, уже даже поплавать можно, да. Уже так можно ножки поджать и сделать вид, что тебя несет, да, что ты исполняешь волю Божьего. Но в любой момент ты раз и пошел туда, куда ты хочешь, да. То есть там, а ты хочешь, сам знаешь, часто чего. Потому что плоть, она не перестанет действовать. Понимаете, ну, вот тут недавно пришлось консультировать одну семейную пару. И я как бы понял, что там есть проблема, там есть проблема у обоих. Ну, там жена жалуется на одну из проблем мужа. А я понимаю, что, понимаете, они христиане, но в церковь не ходят. Потому что та церковь, которая там, она им не нравится. А та, которая, надо ее, здесь нет. И как бы вот, все понятно, можно понять их и действительно там посочувствовать ему по интернету и так далее. Но все равно. И как бы вот, ну, я, ее желание, чтобы вот он был в порядке, чтобы у него все было, чтобы он побеждал свои проблемы. А как можно заставить человека побеждать проблемы, если вот он не наполнен духом? Понимаете, мы иногда вот хотим от людей требовать, как христиане, вот этой осознанности, сознательности, да, вот, будь хорошим. Но наше, все наше вот это хорошее, оно заключается именно вот в Боге, именно в водимости духом. Апостолы ходили за Христом, все видели. Но когда пришли проблемы, они убежали все. Они, ну, не смогли они быть так, как они даже себе это рисовали, так, как они представляли. Потому что Петр реально говорит, я от тебя никогда не выйду. И в темницу, и на смерть. Все, и ты видишь, что он не играл с этим. Он не, он действительно искренне в тот момент так чувствовал. Но не стало Иисуса, а Духа Святого еще нет. Пришли какие-то вот эти вот трудные ситуации, сомнения, задергался, и... А ты с ним был? Не-не-не. И вот он отрекается от него. И, знаете, мы вот часто, когда мы не в Духе, мы отрекаемся от Бога. Своими поступками, своими вот какими-то решениями, да? Когда атмосфера хорошая, что у нас есть? Ребята, да? Когда есть я или еще кто-то, аниматом не ругаются. А когда меня нет, и они между собой там... Иногда такое, ну, и ты думаешь, а почему? Вот войны, я говорю, ну, понимаете? И вот оно, мы должны это понять, но... У меня нет вот желания их это сделать, ну, заставить. У меня есть больше желания, чтобы они это поняли. И просили у Бога эту силу, Дух Святой, для того, чтобы это побеждать. Потому что, действительно, когда ты ходишь в Духе, когда ты наполнен, когда ты просишь этого Духа, тебе легко побеждать. То, что ты не мог раньше, оно, на самом деле, происходит легко. И вот, само собой, потому что вот, когда ты наполнен, ты в потоке. Все, ты уже течешь, ты исполняешь волю Божью. Как бы ты, вот, что бы ты ни делал, ты уже исполняешь волю Божью. И Бог может так водить. И я вот хотел бы маленькую историю рассказать. То, что меня самого ободрило в институте, когда приехал после конференции. Такое состояние было немножко, как будто я, ну, не устал, что ли, да, ну, такой какой-то. Да, истощение, такой груз, ну, да, так вот, оно, с одной стороны, спокойное, с другой стороны, вот. Ничего не хочу. Ничего не хочу. Кстати, привыкайте к этому термину, он еще такой хороший термин. Мы друг друга, что, что, не хочешь ничего. Вот, и нахожусь в комнате, помню, и вот мне звонят, как раз я там, воевал за эту семейную пару, там, их консультировал, у них даже одного из них, вот. И был так увлечен разговором, комната большая, ну, как четвертина, вот этой вот, четыре кровати, и у меня со мной жил один парень. Такой скромный хоккеист, бывшим, причем профессиональный. И вот тут два окна, там два окна, моя кровать вот там, его кровать вот здесь. И вот я что-то ходил, разговорился, по телефону я там убеждал, прям даже где-то чуть-чуть добил, кричал. И так получилось, что вот у него подоконник там, где кровать, и там стул. Я что-то подошел к этому стулу, сел, он встал, коленки у меня этот стул, облокотился на подоконник, смотрел туда вот, на территорию. И вот просто вот разговаривал, советовал что-то. Я даже не помню в какой момент. Там на подоконнике лежал листок бумаги, вот так, белый листок бумаги, белый подоконник, у него тут какие-то вещи лежат, лежит вот так вот листок бумаги, белый. Я вот в процессе разговора начинаю этот листок двигать, просто вот, что-то тереблю, двигаю, потом раз, перевернул этот листок бумаги. Там что-то написано. Я потом на все анализирую, это все, вот тут вот разговор, тут я думаю об ихних проблемах и так далее. И вот я не знаю, как это происходит, вот мой взгляд начинает вот впиваться в этот листок бумаги. Там заявление написано. То есть я это сразу не понял, я вообще показалось, девушка какая-то написала. Но сам факт, что, и вот как будто мои глаза заставили, так, читай. И я начинаю читать. В какой момент, я даже сам не помню. Разговаривал я уже по телефону или не разговаривал. И там вот эта вот просьба на имя ректора, просьба дать мне отсрочку в платеже за протяжение 4200. И вот сначала я прочитал, потому что, ну ты прочитал, чью-то бумажку. Ну ладно, потом мой мозг включился в это. Что, как бы вот, ты слышишь, что там написано вообще, ну как. И у меня прям как-то сразу так сердце сжалось. Думаю, 4200 просят, тут что-то парня нету, там денег заплатить за проживание, учиться. Вот, я, у меня, у меня, по поводу денег вообще никаких проблем, там, ну, думаю, точно дам. И, ну, думаю, как на телефон положить ему, узнать телефон. Пока вышел в туалет, вот об этом всем думаю. Как же дать-то ему, думаю. Захожу, он уже в комнате лежит. Ну, и я прям сразу говорю, Юрок, извини, говорю, я тут вот случайно говорю. Вот, как-то этот листок перевернул, прочитал. И я говорю, я тебе это, думаю, дала, ну ладно, не, я говорю, да, номер карточки, я тебе быстро все кинул. И я, ну, как бы, вот, мне не так легко это рассказывать, потому что, ну, я не хочу награду потерять. Но хочу вам просто рассказать этот опыт. Потому что я настолько ободрился, как Бог просто вот меня вот в это привел. Понимаете, то есть не проблема дать деньги. Потому что деньги, ну, действительно, небольшие деньги. И, как бы, ну, но он ведь меня в это привел. Он включил. Вот, вы понимаете вообще о чем это? Это сверхъестественно. Я понимаю, что думаю, какие шансы? Лежит перевернутый листок бумаги белый. Какие шансы есть из-за того, что я узнаю об этой проблеме? Вот для меня нет шансов вообще, что я узнаю. Именно вот в этот момент, именно вот, ну, я узнаю как-то, что вот есть такая проблема и нужно помочь. Парень не попросит, ну, он скромный парень. Ну, в общем, был такой момент, ну, он там потом ободрился, он говорит, А я что-то вот, ну, написал и, это, ректора что-то не встречал, никак не отдам всем. Знаете, вот, у меня еще большее, да, что вот, как бы, вот Бог решил. Бог уже знает, как сделать, куда кого привезти, понимаешь? И я, ну, я вот просто до сих пор нахожусь под этим кайфом и хочу вам это передать. С одной стороны, мелочь. Но я думаю, если Бог меня будет водить вот так, то что будет происходить? Я хочу, чтобы Бог меня водил так, что вот просто, ну, и я вспомнил, а помните, как у нас произошло вот с этой женщиной, девушкой Жанной, моей одноклассницей, через Фейсбук, когда, вот, я проповедовал, на собрании сидели там Наташа, Женя, что-то они там с этим телефоном, у нас трансляции не отлажены, у меня, ну, решение, что я посылаю эту трансляцию только в нашу группу. Ну, 20 человек. Все, ну, они что-то там нажали несколько раз, включили-выключили, вся проповедь слетела, я на них был злой. Ну, как бы, думаю, ну. Но потом включили, и включили не в группу, а с моего аккаунта. Вот, ну, вот, да, вот, вот, все, кому можно, последние 10 минут. И то, что я говорил там последние 10 минут, не было в проповеди написано. Понимаете, вот, вы представляете, как Дух Святой движется? Как Бог движется, как Бог способен через все, понимаете? Через все, через какие-то вот это, там включили-выключили, а здесь давай говори быстро вот это свидетельство. И я говорю, вот там, брат, помните, да, рассказал про парня, который, вот, которому в 2016 году получилось помочь изгнать беса из него. Причем не было вот этого выходи-ни-выдум. Был, 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 был очень. Ну, потому что, где мы видели, да, вот, искать, я тут. Был парень, я еще раз просто это свидетельствовал. То, что оно, оно, вот, было дармо тогда, я сам был в шоке. Я думаю, вот, как бы я Бог тогда повел, что ко мне обращается сын пастора, говорит, есть парень, у которого проблемы, ты можешь, вот, ну, помочь? Он, поедет к папе должен был обратиться, чтобы беса изгнать, потому что Давид, он понял, что там что-то не то, а у парня голос в голове, что, там, он. Девушка бросила, 21 год, наелся таблеток, хотел закончить жизнь самоубийством, попал в дурку, там похватил голос по имени Самуэ. И вот, ну, мы тоже смеялись, мы тоже вот там с Юрой чуть-чуть, но, он говорит, я обратился к психологу, психолог смеется. Вот. Давид, вот, проникся, Давид каким-то образом вот нас позвал. Мы тут вот пришли как эксперты, сами не понимаем, что делать с этим. Понимаете? То есть, ну, реально. И первое, что у меня пришло в голову, пока мы с ним там разговаривали, я думал, ну, мы сейчас, у меня есть знакомый пастор, я тоже хотел на кого-то опереться, который что-то рассказывал там, что там были какие-то... Выходи, не выйдут. Мужские голоса из женского тела там, и так далее. И я потом начинаю думать, думаю, а где я видел все вот эти, ну, вот, откуда вот у нас предстоит, думаю, во-первых, фильмы, я вижу вот это вот, выходи, не выйдут. И вот эти семь сыновей первосвященника Скебы, которые... А, во имя Иисуса, которого проповедует Павел. Он говорит, Павла знаю, Иисуса знаю, а вы кто такие? Избил, и все выбежали. Один человек всех избил. И у меня уже в представлении думаю, а этот парень 21 год, он боксерчик. Понимаете? Ну, такой вот, пониже у меня роста, но... А я знаю, что такое боксерчики. Ну, как бы вот, у них удары поставленные, они... Да, они вот, ну, там, ему неважно, там, большой ты, небольшой, если он успеет несколько раз, ты там, до одного раза хватит, если хорошо, в челюсть попал, и все. Вот. И я уже представляю эту картину, что мы вот с этим пастором, выходи, не выйду, и потом начинается вот это вот. И неизвестно, кто выиграет еще в этом бою. И я понимаю, что нет, я не хочу этого, не хочу этого практиковать. И я просто вот, как будто бы вот тоже, пока он находит, Иисус, скажи мне, помоги мне. Вот, знаете, вот полу верю, полу не верю, сам. Ну, а проблема есть, парень обратился, но есть откровение, что к тебе будут приходить только те, которым ты можешь помочь. Те, которые ты не можешь помочь, они тебе не придут сами. Вот как, знаете, вот Иисус сказал, они, там же тоже была куча бесноватых. Ну, вот, приносили кого-то, прибегал там этот вот годарянин, да, вот он им помог. Вот, и здесь точно так же, то есть Бог это все делает. Бог находит, кого привезти, кому вот через тебя ты будешь свидетельствовать и будет работать. И вот я встретился с этим парнем, потом мы через два дня, и я просто начал про Иисуса рассказывать. И вот между делом, просто, ну, в начале, прям между делом в разговоре говорю, ну, возможно, у тебя и бес, я думаю, ты догадываешься. И он думал, он просто молчит, ему, да не дали ничего сказать даже. Я говорю, возможно, у тебя там и бес, может быть, не бес, но если бес, то он во имя Иисуса просто сейчас убегает отсюда, и все, и замолкает, и чтобы мы его больше не видели и не слышали. Ну, я так много даже не говорил. Я сказал достаточно коротко, сказал достаточно неуверенно сам, потому что вот, ну, не знаю, сработает, не сработает, все, сижу такой вот, как бы, ему показываю уверенность, бесу тоже, а я понял, что бесы тоже тупые, знаете, это именно, они там сидят вот в человеке и боятся всех, это тоже вот такое откровение было. Знаете, они друг друга боятся, бесы бесов боятся, они же там друг друга выгоняют, они же могут, вот придет более сильный, давай, мелочь, пошла отсюда. Ну, это вот примерно так и работает, человек был алкоголиком, стал наркоманом героином, все, алказ с алкоголем проблема закончилась. Вот, и выбежал, похоже, ну, и я потом ему час рассказывал про Христа, что вот у него вся власть, что это вот, ну, это духовный авторитет, что бесы не могут не подчиниться, понимаете, и, похоже, бес поверил, что он не может подчиниться, я даже сам не знаю, я не столько верил, сколько, наверное, бес поверил, вот этот вот. Но через час после этого, после разговора с этим парнем, этот парень, то есть, странно, он почему-то ничего, ну, ничего никто не говорит, в голове его, ну, тишина, ну, конечно, потому что все, вышел, говорю, ну, не может, ну, он как бы, это, я говорю, только ты сам его, говорю, не ищи там, не зови больше, ну, как бы, вот, он не имеет права находиться. И, ну, как бы, я говорю, что я вот после этого проповедь выдал тоже, и я, ну, как бы, вот, произошло что-то вот в этом моменте, что вот получилось помочь, я какие-то откровения получил и про бесы, и про этот духовный мир, и, как бы, вот, после этого, там, моя мама обратилась даже ко мне, она послушала эту проповедь, и говорит, ты не мог бы поговорить с Машей. Ну, вот, с племянницей, понимаете, потому что вот даже, ну, неверующие люди, они тоже иногда смотрят на эту, вот, хрупкую девушку, девочку такую, а там, ааа, вот что-то живет такое, что требует просто освобождения, и, не знаю, я говорю, ну, я не знаю, говорю, мне надо у Бога спросить, ну, и я тоже это понимаю, что мы не можем двигаться, знаете, вот по плоти, вот тут так произошло, значит, я так же буду здесь, здесь так разу, и, значит, я так же буду действовать, то есть, нам нужно откровение, нам нужно действительно водительство, вот, и, и потом, да, там, пришло такое вот понимание откровения, что там, этот дух, который нужно вот изгонять, за что молитву, что это не просто, там, мои племянницы, но это и у брата, и вообще вот семейный такой, вот, и я их призвал, так, в посту и молитве, и, ну, реально есть результаты после этого, то есть, не что-то вот они сразу там, но много что изменилось в их жизни, и мы, я за них молился, и вот они начали потихоньку, да, идти по своему пути, и так далее, и вот, понимаете, вот эта история, она не закончилась, вот с этим вот парнем, она вот продолжилась, вот как я уже сказал, через фейсбук, вдруг я вот быстро за 10 минут рассказываю эту историю в конце, и Жанна, моя одноклассница, через 3 дня пишет мне в фейсбуке, Максим, я посмотрел твой прямой эфир, и где ты рассказываешь про парня, у которого суицид, таблетки, дурка, у меня сын, там, 17 лет, он сейчас в дурке, у него точно такая же проблема, ты можешь чем-то помочь, я говорю, я, ну, я вот в шоке, вы сами знаете, вот, ну, она пришла, и я тоже вот искал Бога, и, ну, понимаете, я не эксперт, ну, я не знаю, как их, как вот его выгонять, если не вы, что, опозоримся? Все мы иногда, ну, вот так вот думаем, но Бог нам дает эту уверенность, когда мы ходим в духе, когда мы все-таки ищем его, он тебе, как бы, будет подсказать, ты спроси у меня, ты спроси у меня, я тебе подскажу, все, и тоже у него спросил, и у меня пришла такая мысль, думаю, что, ну, он несовершеннолетний, я знаю ее, знал ее, и знаю, что и она, ну, как бы, в молодости не беспроблемная была, поэтому, ну, у меня были такие, думаю, ну, вот, пришла эта история, где Иисус помогает серофеникиянке, да, что там даже он не молится за этого человека напрямую, он просто разговаривает с матерью, мать говорит правильные слова, и бес выходит, вот, а, самое интересное, что, вот, почему я вот продолжаю рассказывать эти истории, потому что через два года, вот мы этого парня больше не видели, вот первый самый, с Эмюэлем который, через два года, или через полтора года, живу, раздается звонок, беру, алло, Максим, да, это вот Сергей, который, и вот мне напоминается, я говорю, ну, да, да, привет, Серега, как дела? Ну, нормально, все нормально, я вот звоню, сказать спасибо. Вы просто представляете, и у меня же мурашки, я думаю, это прямо по-библейски, это где-то Бог, ну, как бы, не дает ему успокоиться, пока он не позвонит и не скажет спасибо, вот как, вот, смотря, прокаженный, вернулся, вот, ему, ну, где-то он внутри это почувствовал, нужно засвидетельствовать, потому что ведь, понимаете, это мы сейчас уже читаем Библию в готовом варианте, да, уже, но, вот, были десять прокаженных, кричали, Иисус говорит, идите священникам покажите, и, знаете, вот, снаружи это выглядит, как некий такой мошенник, который, ну, понимаете, потому что, ну, что, да, ну, ладно, пошли, и все, и все, они ушли, и все не знают, ничего себе помог, думают, послал к священникам, понимаете, ну, обычно, что-то у священников там, ну, ничего не получалось в последнее время, ну, правильно? Ушли, и вот Бог побуждает одного, для того, чтобы он пришел и засвидетельствовал, и про себя, и сказал, что и те девять тоже очистились, понимаете, то есть там, ну, на стопроцентный результат, вот этот вот один человек, как важен этот человек, который вернется, понимаете? Поэтому очень важно, чтобы вот и мы были такими людьми, и, ну, ну, тут сам Бог, я вижу сам Бог, как сам Бог все делает, и вот этот парень, ну, я думаю, ну, как вот ты можешь мне позвонить, вот, я просто знаю, как мыслят молодые люди, я сам так мыслял, я даже если бы захотел там позвонить, я бы сказал бы, ладно, что-то вот, не хочу вот выходить из зоны комфорта, кому-то вот звонить, напоминать, что вот я такой-то, просто для того, чтобы сказать спасибо. Можно же просто сказать, спасибо Богу. Но здесь нужно было, чтобы он позвонил мне, потому что Бог ему помог через меня. Почему? Для того, чтобы Бог хочет, чтобы, ну, другие люди это услышали, и Бог был прославлен, и чтобы другие освободились. И когда ты, ну, когда мы вот в этом процессе находимся и позволяем Богу действовать, ну, все работает, Евангелие работает. И я получил это вдохновение, чтобы еще раз рассказать про это только после того, как он мне позвонил. Потому что так как была эта история давно, как я могу там рассказывать про вот, ну, могу вот шутить там, да, Сэмвейль, голос там, но многие скажут, может, там никого и не было, может, там никто и не вышел. Да, и как бы, ну, всегда легко выбрать вот эту сторону. Но вы знаете, был звонок. Был звонок, и человек поблагодарил. Через полтора года. Значит, что-то его побудило, значит, что-то не давало ему покоя для того, чтобы об этом засвидетельствовать, для того, чтобы... И потом мы видим, как вот Бог вводит через вот этот Facebook. Понимаете, представьте, вот у нашего Бога вообще все под контролем. Он вообще может тебя привезти куда угодно, в твое самое лучшее. И Он говорит, я, у меня для тебя план, у меня для тебя намерение не во зло, а во благо. Я знаю, как тебя вести, как тебя привезти. Все, что тебе нужно, это вот тебе нужно соглашаться с Ним, говорить Ему, да, что повелишь мне делать, Господи. Знаете, и вот, давайте откроем Матфея. Седьмая глава, 21 стих. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Или в Луке там сказано, что вы говорите мне, Господи, Господи, а волю не исполняете мою. Понимаете, тут Иисус, как бы, Он открывает это сердце Бога. Он знает, как молятся люди постоянно. Знаете, и Он, как бы, это слышит, понимаете, вот в сердце Отца, да. Мы знаем, что Иисус, Он, как бы, Он в плоти ходит. Он не слышит, как люди молятся. Но Он пожил с людьми, Он знает, как люди молятся. Он это переживает, Ему вот это открыто, что люди постоянно, Господи, 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 помоги, Господи, помилуй. И вот это вот, Господи, Господи, Он говорит, что вы мне все, Господи, Господи. Вы понимаете, что Господи Это Господь Это именно то, что это значит Я много раз в своей христианской жизни В молитвах, когда я Господи Или Господь, или еще что-то Я себя останавливаю Я говорю в своем сознании Так, стоп Ты точно осознаешь, что ты сейчас говоришь Да? То, что ты просто Это у тебя слово такое Господи, Господи Такое вот, как для всех Или все-таки ты хочешь, чтобы Иисус был Господь Твоего сердца Знаете, никто не приходит к Богу Вот с этим вот посвященным сразу сердцем Который вот первый раз сказал Господи И сразу, ну может быть только апостол Павел Да? Но мы знаем его жизнь И его вот это фарисейство Что он действительно был Он служил Богу То есть, как он верил, он служил Богу Шел против Бога, но служил Богу Достаточно искренне, да? Он говорит, я по правде законы не порочен Я вот по учению фарисей То есть, я вот По закону все исполнил Но мы не такие в основном Мы вот из чего-то выбраны здесь Да? Избраны, приведены И вот мы начинаем молиться И вот Господи, Господи Знаете, и я не говорю это к тому, что не надо тебе говорить Господи, Господи Говори Но думай, когда говоришь Спрашивай себя Спрашивай свое сердце А действительно ли он для меня Господь? А действительно ли он тот Чью волю я хочу исполнять? Чью волю я хочу Вот беспрекословно ей повиноваться? Я знаю, что у тебя не сразу получится Но если ты будешь думать об этом Получится Он для этого это говорит Понимаете? Получится Потому что действительно все эти состояния существуют Существует по щитов Существует по колену Существует по пояс Но существует Поток Понимаете? Когда вот Ты вот весь Вот я говорю Я так ободрался Думаю Вот Мне лучше награды не надо Мне даже вот то, что я эти Деньги дал Я даже вот спрятать это хочу Мне не это Не в этом Мне Ну и вообще мне нравится Ну как я вот Как я вообще на это отреагировал То есть Как вот насколько я Действительно с радостью Откликнулся на это И захотел на это откликнуться И увидел, что это Бог ведет Знаете вот Ну Потому что Ну вот Давайте откроем еще Очень интересные такие стихи Которые Иисус Про себя открывает Это Иоанна 5 глава Евангелие от Иоанна 5 глава С 17-го С 17-го я прочитаю стиха Иисус же говорил им Отец мой да ныне делает И я делаю И еще более искали убить его иудеи За то, что он не только нарушал субботу Но и отцом своим называл Бога Делая себя равным Богу На это Иисус сказал Истинно, истинно говорю вам Сын ничего не может творить сам от себя Если не увидит отца творящего Ибо что творит он То и сын творит так же Ибо И 20-й стих Ибо отец любит сына И показывает ему все Что творит сам И покажет ему дела Больше сих Так что вы удивитесь Дальше он там говорит Про воскресение мертвого Как отец воскрешает Так и сын будет воскрешать То есть понимаете Иисус говорит По вдохновению Святого Духа И пытается нам передать Вот это Потому что он в потоке То что он говорит Вот мне отец показывает Меня отец водит Это такой кайф Вот нету больше другого кайфа в жизни Чем быть по-настоящему Водимым Богом Когда вот он тебя Именно вот сверхъестественно будет водить Но то что я понял тоже Вот что Когда Бог начинает тебя водить Сверхъестественно Понимаете? Потому что некоторые будут бегать Вот за этим сверхъестественным А пренебрегая естественным И не будет ничего у них Понимаете? Потому что они свое естественно Не доросли еще до сверхъестественного И я вот это понял Потому что Что произошло Вот для меня Например Просто вот рассказываю Что произошло для меня Вот в этом водительстве С этой бумажкой Бог предложил мне Поучаствовать в его делах Сверхъестественно Знаете почему? Потому что недавно Один из моментов Он мне тоже как бы вот это показывает Мы недавно приняли это решение Быть верными в десятине Богу Что мы То что его Мы будем Мы будем стараться Мы будем В этом верными Мы хотим быть взрослыми Мы хотим Вот ну именно вот Свою часть делать Да? Чтобы Вот ну как бы даже освободиться Да? От Вот Того что его Понимаете? Потому что если он будет делать Через тебя То что ему принадлежит То ты не увидишь в этом Сверхъестественном Потому что это всего лишь Твое естественное Тогда он будет тебя Вот ну там Ты должен ему десятину Да? Ну и он будет через тебя Вот эти вот дела делать Ну это ну как бы он делать И ты не будешь в этом Ну понимаете Он не будет тебе твои дела Ты не будешь причастником Его дел по-взрослому Потому что ну ты всего лишь Находишься вот внутри Еще своего естественного Ясно или нет? Вот смотри Вот это вот десятины Это наши естественные И пока Ну например Хождение в церковь Это наше естественное Постоянство в хождении в церковь Это наше естественное И если у тебя будет стабильность В этом естественном То Бог тебя поведет дальше В сверхъестественные вещи Да? И мы должны вот этот вот комплекс Всех то что от нас требуется Естественных вещей Исполнить И когда мы исполним Весь этот комплекс Да? Моментов Которые нам Бог говорит В нашем естественном Начнем действовать Сверхъестественное водительство Как у Иисуса Понимаете? Вот потому что вот Вот именно сверхъестественно Бог меня к этому подвел К этому листочку И вот сказал Вот теперь ну я тебе предлагаю Хочешь? Конечно хочу Понимаете? Конечно хочу Потому что Ну для меня Это смысл моей жизни Быть Вадимым Исполнять вот эту волю Божью И причем с радостью ее исполнять Помните, да? Как апостол Павел Я Я говорю Ничего не хочу Ничего Вот мне ничего не надо Только бы с радостью Мне исполнить мое поприще Понимаете? Он вот в этом процессе Он так увлечен Ему так нравится Как Бог его вводит Для него Жизнь, приключения настоящие Он видит смысл Бог открывает ему То, что он через него делает Понимаете? Вот мы недавно Игорь Иванович Так хорошо нам На конференции Эту жизнь Павла Чуть показал Но даже мы Дальше не дошли Потому что После Ефиса Бог ведет его В Рим Свидетельствовать Перед Кесарем Об Иисусе Христе Вы понимаете? Что никаким Естественным способом Туда попасть было Невозможно Вообще Это Понимаете? Это труднее Чем сейчас Путину попасть Сейчас Путин Намного легче попасть Чем тогда Кесарем А вот когда Бог начинает Ему открывать Где его там берут И он говорит Требуй сюда Кесарем Опа И мы не знаем Как он это сказал Осознавал он все это Или не осознавал Но он был в этом потоке Из него уже вырывается И он уже вот Ну Он уже просто вот действует И дух говорит через него И это является А те такие Ну да Теперь уже ничего не можем сделать Кесарем будем отправлять Да? И он не говорит Что я хочу Об Иисусе Христе Перед Кесарем Свидетельствовать Он сказал Хотя убить проще Ну действительно Тогда убить человека Это ну Вот ничего не Не стоило Но Бог Сверхъестественным образом Павла Через тюрьму И у него такая тюрьма Понимаете что Она была лучше Чем вся его жизнь Предыдущая Вы помните Он жизнь перечислял Тут 40 раз палками Тут 40 раз Тут тонул Тут Просто вот А в тюрьме У него All Inclusive Понимаете Охрана Питание Книги Общение Стечение народа Он говорит Все Ему там все Вы его признали Он хороший И они просто Вот Многие хотят Просто его отпустить И уже люди говорят Да мы бы его отпустили Но он потребовал сюда Кесарем Придется Кесарем И все Павла Везут Вы понимаете Войско Сколько там человек Когда его из Иудеи Вели Игорь Иванович Помнишь 470 470 То есть Знаете Вот одного человека Чтобы вот просто Потому что 40 заклялись Его убить И его ведут И охраняют Ради него Потом весь корабль Там хотели узников Убить Но написано Этот Хотел умертвить Всех Да Потому что Ну все Сейчас плыть будем До берега Все разбегутся Распустить не можем Надо всех узников убить И только из одного Павла Он говорит Ну он так ему нравился Вот этому сотнику Павел Что он ради Павла Не убивает всех остальных Представляете Какое водительство Божие И вот это Павел Он это все переживает Он в этом находится Ему это все открыто Он не просто вот То ли да То ли нет То ли ради меня То ли не ради меня Ради него И Всех спас Ради него Потому что там тоже 15 дней их штормил И он выходит Со своим откровением Что Ребят Я не знаю как вы А мне время надо быть И Бог сказал Что будешь по-любому И я молился И Бог мне сказал Что он мне всех вас тоже дает Так что быстро поели И так далее Понимаете И вот Он опять же Естественно Их вот Ну ободряет И Понимаете Вот так вот Да И поэтому Ну такая жизнь На самом деле Да Интересная Поэтому Это вот Ну сегодня Не сомневайся Просто вот Те кто только начинает Не сомневайся Иди Те кто забуксовали Иди Иди Проси духа Наполняйся духом Не надо тебе Мои опыты Понимаешь Не надо тебе Вот как меня Бог вводит Тебе надо Как тебя Бог вводит Он тебя хочет Водить Ты будешь Наполняться Просто вот этим Так что Тебе ничего не нужно Будет В жизни Это лучше вина Это лучше любых Наркотиков Лучше любого Заменителя Этого И это естественно И это не заканчивается От веры в веру От славы в славу Аминь Поэтому Вот Ну Бог живой Бог с нами И Нет ничего лучше Переживать Вот это Да И то что Иисус Здесь говорит В шестом стихе В шестой главе Ибо отец любит сына И показывает ему Все Что творит сам И покажет ему Дела больше сих Так что вы удивитесь Вот это к нам Стихи Ты должен стать Взрослым сыном Павел это тоже пережил Он говорит Не я теперь живу Но Христос живет во мне И это не просто Знаете Вот какой-то маленький Христос Где-то внутри меня Там живет Он имеет в виду Что не я теперь живу А это живет теперь Христос Не просто вот во мне Другими словами Теперь уже это не я А это Христос И я полностью В этом потоке Понимаете Полностью в этом потоке И нет ничего лучшего Вот это переживать Потому что Ну действительно Для тебя тогда Ты понимаешь Что проблемы Не проблемы Все твои Вот эти вот Какие-то заворочки Что-то там не получается Это вообще Ну По большому счету Не проблемы Потому что Ну Если Тот Который сына своего Не пощадил Как вместе с ним Не дарует нам всего Если Бог за нас Кто против нас Апостол Павел говорит Кто против нас И он это пережил Что вот Такой маленький Павел Который вроде Ну все вокруг него Там содрогается И И Бог его водит Просто вот Ну вот таким образом Понимаете Это не притча Да То что я хотел Сегодня оставить Иисус Христос Не притча Апостолы Не притча Христианство Не притча Притчи помогают Нам мыслить Притчи выстраивают Наше мышление Но Бог хочет нас Реально водить Духом Святым И реально через нас Действовать В этом мире Аминь Аминь На этом мы закончим